Субтитры сделал DimaTorzok В общем, привет всем рыбакам, любителей подлёдного лова. Идём сегодня на протоку с влиянием трёх вод реки Маткинью, реки Печёра и Ржавого ручья. Надеемся поймать Хорюска сегодня. Погода хорошая, весна наступила наконец-то в республике Коми. Ну, будем надеяться на успех. А сейчас пока ещё надо нам дойти. 19 апреля, как видите, у нас снега ещё навалом. Весна в разгаре, но снега в этом году навалило очень много. Раковину, блядь, бросили. Надо было её отсюда притащить-то, а. Я вижу место, где можно копнуть. Вон ещё один рыбачок. За нашим Хорюсом идёт. Надо сверху её поехал. Вместе ещё можно вдвоём сесть. У меня уже одна рыжа не так всё мало. На Печёру дашь? На Легашку? Не, на Плащину. А, тут до Почери пойдёшь, что ли? Вот это да. 21 километр идти тебе. По дороге 24. По реке хорошей на 3 километра. Вот это да. Не перевелись богатыри на Руси. Вот она, эта протока. Сейчас придётся, наверное, с дядьцами ругаться. А бурта мы не взяли. Осталось нам совсем чуть-чуть. Вон. Два мужика ловят. Вот туда нам надо. Витя, хороший рычай, страшно уже. Здорово. Да, поймёшь, что-то попал. О, наконец-то. Здорово, дядь. Здорово. Занял наши лунки, да? Занял. Это ваши? Да. Мы тут сидим. Чего вообще поймал, что ли, нет? Нет одного. Нету поклёвки. Одна поклёвка была и всё. А что, без кормака ловят, что ли? Я, блядь, всё сложил, блядь. Вышел, сюда пришёл, блядь. Хуяк нахуй. Кормака нету, нихуя нету, блядь. Всё, осталось дома, блядь. Ну, положил возле грудзака, и, блядь, и осталось. Ну, блядь, изобретательность. Удочки, наверное, лет 20. Что-то в этом году, что-то хуёво, блядь, блядь. Да. Что-то не то. Да нет, я вчера мужиков встречал, нормально говоря, поймали. Хариша мы ловим всегда с прикормкой, так называемый кормак. Забиваем всевозможными кашами, которые и подманивают рыбу. Хватит. Наживляем на один крючок червя, на другой двух опарышей. Куда-куда-куда. Всё, убегает. А, вообще живчики. А здесь поставим белого червячка. Туда красненького, сюда беленького. Хариус рыба привередливая. Не любит порой то, что мы ему даём. Так, сюда мы червячка тоже оденем. Снаряды забросили, теперь осталось только ждать. О, монитос. Да простят нас нумизматы. Ха-ха-ха. В прошлом году было. Вон, вверху его на повороте. Ну, вверху, по моркиннике. И выходишь уже на старую русу. Ага. Идём, блядь. Говорит, давай дырку взять пробужину. Говорит, да я вон нахуй. А дома вот такой хариуса поймал. Ну, чё, блядь. Завезди. Пробурил. А я вот здесь пробурил. Так, блядь, начал пускать. Хлоп нахуй. Есть, один. И пошёл, блядь. На одну удочку, блядь. Или, видимо, стоял, блядь. Стоял, стоял. Ямку нашёл, где стоит. А вон так, чуть ниже. Ему, блядь, там за час, чтоб по десяток, блядь, вытащили. Ёбаный ворот. Везде ходили. Это на самой маткинью рыбачил, да? Да, вон там, у Верховника, по вороту, выход на этот. Уже на старое русло. А чё туда не ходишь сейчас? Тяну его нахуй, у меня ноги не тянут. Я сейчас ещё, только после больницы-то. Думаю, хоть туда дойти, дальше не пойду. Вот он, долгожданный хариус, за которым мы пошли. Взял на мормышку, на опарыша. Ну, будем надеяться, что он не один. Не подготовлен он клюнул. Ну, ничего страшного. Первый с подчином. Полетел, полетел, поплыл. Так, где ж твой друг? Поклевал-то на две удочки. Где-то должен быть друг. Ну, ничего, результаты есть. Место оправдывается. Ловим дальше. Второй, долгожданный, попался. Вот он, красавчик. Вот он, корюзочек. Опять на опарыша взял. Главное, на эту же удочку взял. Видимо, только оттуда и будет кливать сейчас. Может быть. Здесь рано, что ли? Сеточная. Я не пойму, или я от сетки рано, или кто-то его кусал. Вот. Покажи, растопурируем его. Плавничок. Оп. Спиной плавник. Красавец вообще. О, еще. Давай, 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 давай. Опа, пошел, пошел, пошел. Есть. Еще покрытнее. Смотри, берет опарыша сегодня только. Ну, как красота. Дождались мы, наконец-то. Наших друзей. Смотри, как запутался. Опа. Иди сюда, родной. Как у Анны? Глушняк? Говорят. А сегодня, я говорю, как будто... Ну, это я вчера сказал. Это, скорее всего, только с давлением связано. Больше ничего не нужно. Не верю, что здесь рыбы нет. Как вот действительно наскатываться начнет. По прошлому году вспомню. Когда отсюда уходили без рыбы? Никогда. Пускай и жиганья на ловишь, а сковородничков. Ну, все равно на ловишь. Мальком у нас называют такую рыбу гальян называется. Она такая маленькая. Вот у нас принято в нашем районе ее мальком называть. Он не растет больше вот таких размеров. Ну, сантиметров там, грубо говоря, до 20. Это в горах есть. А здесь, скажем так, на равнине, в общем, в наших районах он не вырастает больше 15 сантиметров. А вообще, как правило, сантиметров 7-5 вот такие вот они. Его используют как живца. Хотя можно делать из него консервы очень вкусные. Если мне память не изменяют, гальян до сих пор находится в Красной книге. Ну что, на сегодня рыбалка закончена. Просидели мы 4 часа. Результат вот. 3 хариуса мы поймали. Ловили с кормаком. То есть не бегали с удочками. Вот кормачок заодно мы вытащим. Почти течением вымылось немножко. Немножко каша осталась. Так, пускай стекает пока. В дальнейшем будет еще рыбалка интересная. Будем ловить разную другую рыбу. Скоро, наверное, съездим на яму. Там тоже хариус стоит больших размеров. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет. Возвращаюсь ко всем рыбакам. Оставляйте, пожалуйста, места после лова чистыми. Какие они и были до вас. Иначе этот весь мусор попадет рано или поздно в речку. А, соответственно, и дальше по течению. В океан. О, тут понабросали пачек разных. Вот места чьи-то были. Тоже рыбаки сидели, пошвыряли. Много мусора. Конфеты вон любили есть. Браконьеры понавтыкали кипей. Ага, кто-то смотри, он лазил. Перегородили вход в озеро. Скоро рыба на нерест пойдет. Киска, скосетка стоит. Это мы тоже выбросим. Перекрывать вход в озеро, где она нерестится, собирается. Но это вообще как бы неправильно. Я думаю, любой рыбак меня поймет. Вот так же лучше, чище. Пока шли, еще добавилось. Вот мусорные баги. И вот этому вот и место. Субтитры сделал DimaTorzok